Поднятый 5 августа на поверхность работник рудника Мира Алишер Мирзаев находится в реанимации городской больницы Мирного. Сейчас Алишер в состоянии общается с врачами. Медики оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное. В воскресенье его впервые навестили родные и близкие. Благодаря скоординированным действиям врачей, Мирзаев приходит в норму, его состояние стабилизировалось, жизни ничего не угрожает. Медики не исключают возможности транспортировки рабочего в Якутск для госпитализации в профильный медицинский центр. Это будет зависеть от состояния шахтера. Пациент находится под постоянным наблюдением медперсонала. 30 часов, проведенных в шахте, он повторял себе одну фразу «надо жить». Все было хорошо, смена началась. Внезапно потух свет. Пришел ветер с туманом. Внезапно, когда голыба, или как ее назвать, воды, с грязью, с мочеволы, напала на меня. Пришлось глотать воду грязную, соленую. Дышать было нечем. Тем не менее, вода, уже когда стихло, уровень уже меньше стал. Тогда я уже осознал, что я пришли. Надо было моментально быстро думать, быстро действовать. Ну, как сказать, наверное, шок такой был. Ну, там минимизированный, там люди вообще в шоке были. Там один человек был вообще в шоке, он конкретно, он вообще ничего не говорил. Уже вода там, тоже держался. Ну, я, как сказать, я мог думать. Ну, как-то держался в себя, держался. И поэтому я, наверное, выжил. Тем временем, в Мирный сегодня прибыли родственники, остающихся под землей рабочих, которые проживают или находятся в других регионах или за пределами страны. Организацию оплату их перелета взяла на себя Алроса и профсоюз. Спасательная операция продолжается. На текущий момент горноспасатели успели пройти несколько сотен метров карьерных отвалов и значительно продвинулись в сторону доступных скважин и штолин. По прогнозам, в течение всего сегодняшнего дня альпинисты смогут совершить попытку подать сигнал с места предполагаемого нахождения заблокированных людей через водоотводную трубу. Ранее президент компании Алроса Сергей Иванов заявил, что электронные индивидуальные метки позволяют определить примерную локацию восьми горняков, заблокированных под землей. На месте чрезвычайной ситуации развернут оперативный штаб экстренной психологической помощи, в котором специалисты МЧС России оказывают адресную помощь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...